всем привет смотрите как насчет классная погода вчера погода вообще слезы весь день дождь лил листья летали короче было так промерзло ветер такой неприятный короче вчера вообще ничего не хотелось а сегодня видите распогодилось и как раз появился повод записать видео как я уже говорил вот я уже обещал даже то что когда моя придет первая зарплата полная зарплата я вам расскажу сколько я получил так что давайте сейчас поговорим о работе сейчас я вам настрою вид и поедем а едем мы с вами кстати такое небольшое отступление я уже сказал что погода была такая отвратительная и мы с коллегой на работе договорились что пойдем в сауну и как раз вчера упала зарплата и сегодня мы едем в сауну кстати это мой мой первый поход в сауну так что ум я сегодня буду испытывать новый опыт скажем так ну конечно если кто не знает но я думаю все знают что в германии сауны эти миксованные а мешаные если по нашему и поэтому поэтому сейчас посмотрим как это на самом деле значит ну так что давайте поговорим о работе я уже в предыдущем ролике с ним рассказывал как я работаю кем я работаю и кстати только я опубликовал этот ролик и мне на следующий день пришла зарплата зарплата пришла за неполный рабочий месяц кстати по условиям контракта я не могу разглашать свою зарплату но я думаю никто не обидится если я вам скажу тем более деньги сами понимаете небольшие я думаю ты должность такая что я думаю это не будет проблемой ну значит смотрите я уже сказал я начал работать официально с 19 сентября почему официально потому что 18 сентября у меня была проба пробацайт день читай бесплатно а так официально работаю с 19 сентября и вот смотрите за сентябрь за 7 рабочих дней по четыре часа плюс один день был качеством мне заплатили 213 евро опять же повторюсь что я нахожусь в налоговом классе в пятом в самом таком невыгодном я тоже это в предыдущем ролике рассказывал поэтому сильно углубляться в эту тему я не буду вот значит это что касается неполной зарплаты и вот буквально вчера кстати у нас сегодня 9 ноября снег кстати еще в германии не было так что пока наслаждаемся чистыми дорогами так вот вчера вечером упала зарплата мне на этот насчет и вот смотрите за за 20 рабочих дней по четыре часа я мне заплатили пятьсот пятьдесят семь евро десять центов это вот все на эту опять же повторюсь я по пятому налоговому классу почему оговорюсь я так на калькуляторе посчитал в интернете есть всякие эти налоговые калькуляторы для германии туда-сюда так вот если бы я был бы в нормальном налоговом классе то есть в основном здесь когда немецкая пара оба работают когда плюс-минус одинаково получает они состоят в налоговом классе 44 так вот если бы мы с женой составляем в этом налоговом классе 44 то моя бы зарплата была бы не 557 евро а 636 можно можно поймите что если бы вы работали так как я особо не напрягаясь то минимум получали я в прошлом ролике сказал то что у меня ставка в день вы ставку в час десять евро почти самая минимальная ставка поэтому в принципе вы теперь имеете представление сколько можно зарабатывать на минималку но опять же повторюсь то что назад нас сейчас устраивает я сейчас работаю не для денег а для опыта так это что касается работы и давайте кстати тоже такой рабочий момент тоже может кому-то будет интересно тоже на это на этой неделе нет на прошлой неделе жена позвонила в отдел кадров насчет отпуска положен ли мне отпуск потому что в контракте что-то там типа этого прописано так вот смотрите значит за каждый за полный проработанный месяц мне положено два с половиной дня отпуска то есть получается я работать буду три месяца с небольшим да мне получится три месяца и десять дней что такое мне положено под семи до восьми дней точно я не знаю я вам в конце года скажу так вот есть там такой нюанс так вот есть там такой нюанс по поводу отпуска смотрите если даже не так скажу я просто потом к шефе не подходил с этим вопросом по поводу отпуска она сказала да тебе положено и я сразу такой думаю ну давайте я возьму на декабрь месяц я хотел взять потому что как раз у меня мама приезжает думал я встретить спокойно туда-сюда но фишка в чем то что так как я скажем так контракт то есть меня взяли на короткое время работать то мне отпуск они давать не будут но мне положено денежная компенсация вот а если бы я бы работал там как бы с начала года то есть на долгой перспективе то естественно мне бы отпуск дали но если бы я бы отпуск не брал то мне бы и денежная компенсация не дали то есть видите какой момент я думаю возможно это просто что-то там с моим персональным контрактом я не знаю как там на других работах но как-то типа того так что опять же я думаю что и в декабре у нас будут переработки вот и я думаю что зарплата именно за декабрь будет больше вот естественно я вам все расскажу фиг с ним и с этим конечно я же сказал что нельзя рассказывать но я думаю никакой это никаких сильных последствий это не принесет так вот и кстати я же сказал 636 евро я получил за 4 часа работы в день ну и естественно с 15 минутной паузы то есть по факту получается 3 часа 45 минут работы вот ну в москве последние зарплаты если перевести на курс я зарабатывал по-моему если ошибусь я в титрах напишу ну что-то в районе 780 евро но это уже конечно по дикому плюсу я думаю так что так поэтому смотрите здесь конечно почти такая же зарплата и вообще не напрягаюсь но сразу скажу что для германии эти 500 с небольшим евро это вообще копейки чтобы вы понимали чтобы вы понимали то что мы на еду тратим с женой где-то в среднем 600 650 евро вот поэтому в принципе конечно опять же повторюсь что мы если особо не следим за ценами вот нам захотелось то мы и купили да скажем так ну и мясо мы едим каждый день если ну данным каждый день вот поэтому естественно у нас расходы больше чем у некоторых других я не знаю вот вот повторюсь то что я работаю сейчас для опыта так ну и давайте немножко я вам расскажу вообще о своих делах почему почему так редко я записываю видео сейчас я уже по моему говорю но повторюсь сейчас у меня такой период в жизни то что такая рутина ну рутина я бы даже сказал наверное в хорошем смысле то есть ничего плохого ну просто рутина особо движника нету поэтому снимать там не знаю это переставили диван из одного угла в другой или там что я сегодня покушал на завтрак я думаю нет смысла никому это не интересно вот а стараюсь снимать вам уже с какой-то информацией вот потому что я думаю что те кто готовится к переезду это все будет интересно я сам когда готовится к переезду я очень много смотрел всяких видосов и всяких блогеров так вот это первое дальше так вот тушу машинку плохо теряет второе тоже жду я опять этих своих результатов тестирования каждый раз чем больше думаю как я сдавал тем мне кажется что все хуже я сдавал то есть если я когда вышел с экзамена у меня была такая эйфория мне казалось что все прошло нормально даже вот хорошо скажем так то сейчас чем больше я думаю об этом тем мне кажется что может не все так гладенько вот но повторюсь то что блин мне кажется лучше бы я не сдал то есть если я завалил экзамен блин очень плохо потому что потому что как мне кажется я как бы выружился ну насколько я мог естественно так что блин так что результатов жду ну опять же я думаю что они придут на декабрь месяц вот тоже я вот извиняюсь за звук у меня микрофон сломался и я все мне никак руки не найдут его заказать ой походу здесь все 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 чуть не свернул бы туда представляете а а нельзя так все все нормально а там находится наша сауна вот так что так поэтому из-за этой звук у меня фальшивить я знаю не очень но я думаю сейчас мы это все дело поправим закажем все придет тем более скоро черная пятница тоже набросал в избранные всякие вещи посмотрим как здесь работает черная пятница в прошлом году нам очень сильно понравилось давно следить за каналом за это мы купили в черную пятницу полису с дайсен и реальная скидка была на него чуть больше по моему 100 евро и реально когда черная пятница прошла ценник на него снова взлетел вот первое время конечно мониторил цену просто ради интереса но она так и не упала поэтому здесь во всяком случае в немецких магазинах черная пятница работает так что так вот наверное все вы если что спрашиваете в комментариях я возможно что-то упустил естественно я вам все напишу все отвечу все я пошел париться надеюсь я не разучусь конечно есть такой небольшой мандрашек скажем так потому что ничего такого опыта не было но погода была такой отвратительный это сегодня солнышко у нас выглядел поэтому хочется попариться так что все всем спасибо кто досмотрел увидимся в следующем видео пока пока